То, что современная школа весьма агрессивная среда, известно даже тем, кто давно уже получил аттестат зрелости. Дети выясняют отношения и доказывают свою правоту гораздо чаще взрослых, причем практически всегда довольно грубым и жестоким способом. Избежать ссор, драк и конфликтов детям помогает школьный психолог или завуч по воспитательной работе. Но одного человека на весь детский коллектив порой оказывается недостаточно. В ивановских школах появляются специальные службы примирения. А вместе с ними появляется и новая специальность – медиатор или посредник при улаживании конфликтов. Работа медиатором – это очень интересная работа. Надо разрешать конфликты между учениками. Медиатор – это как раз посредник, который выслушает сначала одну сторону, потом другую. Он помогает прийти к правильному решению. В школах, в которых уже работают медиаторы, пока что единицы. Одна из них – Новоталецкая. Здесь роль медиаторов выполняют старшеклассники. И это можно назвать новаторством. Кто сможет понять ребенка лучше, чем другой ребенок? Не всегда те же учителя, те же представители, например, школы и родители действительно могут корректно и профессионально помочь детям разобраться в этой конфликтной ситуации. Зачастую сами дети гораздо лучше смогут друг друга услышать, понять и разрешить этот конфликт без участия взрослых. То, что делает школьный медиатор, легче объяснить путем отрицания. Он не дает советы, не подталкивает к тому или иному решению, а главное, не ставит оценок по принципу «хорошо-плохо», «прав-виноват». Тем более, что однозначно правых и виноватых, как правило, не бывает. Его задача, оставаясь абсолютно нейтральным, донести до оппонента в точку зрения противоположной стороны. Друг напротив друга мы их сажаем, после чего задаем им какие-либо вопросы, которые интересуют и нас, и их. Сначала выговаривается одна сторона, после чего другая. И в конечном итоге медиатор предоставляет несколько вариантов решения этой проблемы. Новых ставок в штатное расписание вводить не планируют. Приемом медиации обучают не только старшеклассников, но и родителей, а также уже работающих педагогов. Специальный курс навыков медиатора читают в Ивановском институте развития и образования. Процесс этот нестремительный. Нужно где-то полгода для того, чтобы школа заработала. Это минимум полгода, потому что детей нужно обучать этим практикам. И по стандарту, например, восстановителям минимум 12-18 часов нужно. И педагоги, и медиаторы замечают положительный эффект от своей работы. Конфликтов не становится меньше, но решаются они гораздо быстрее. Дети учатся слышать и понимать друг друга. А это незаменимый навык для взрослой жизни.